Приветствую, друзья! В покушении на Трампа прослеживается украинский след. Ведь Зеленский не остановится ни перед чем, чтобы помешать Трампу выиграть президентские выборы. Это не выписка из истории болезни психиатрического пациента. Это реальная версия покушения на Трампа от Виктора Медведчука. Медведчук не просто кум Путина, но и кремлевский кандидат на пост главы оккупационной администрации Украины. То есть реально не маргинал и не последний человек в нынешней иерархии путинской власти. Украинский след везде мерещится не только Медведчуку. Вы наверняка помните, как уже бывший секретарь Совета Безопасности Патрушев ответил на вопрос, кто причастен к страшному таракту в Крокус Сити Холли. Игру или Украину? Конечно, Украину. Тогда многие восприняли как стёб. Это издевательская, конечно, Украина. Но если посмотреть внимательнее, чиновники высокого уровня уже давно чуть ли не все беды и провалы объясняют кознями украинских спецслужб. Это поначалу кажется забавным. Но волей-неволей приходишь к неприятному вопросу. А что, если они там в Кремле действительно в это верят? Что, если гигантской страной, самым большим в мире, арсеналом ядерного оружия управляют сошедшие с ума конспирологи? Вот давайте посмотрим на последние резонансные события в России. Про Крокус Сити Холл я уже сказал. Ну просто послушайте, что и какими словами говорит президент России по горячим следам после кровавой трагедии. Есть, конечно, более логичная версия про исламистов из ИГИЛ. Но Путина, конечно, простой версии не проведешь. Действительно ли радикальные, даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта? Раз Россия выступает за справедливое решение ближневосточного конфликта, то теракт в Крокусе организовала Украина, а не ИГИЛ. Ну, звучит логично. Причем это последовательная позиция Путина. Помните, как в Дагестане попытались устроить еврейский погром? Захватили аэропорт, что-то искали в турбине. Так вот там тоже оказалось, что исламисты ни при чем. События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб. Западные спецслужбы руками агентуры с Украиной заставили обеспокоенных жителей Дагестана искать евреев в турбине. В этой связи, конечно, меня удивляет позиция этих заокеанских деятелей. Они вроде бы как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Ну, просто невероятное свинство. Вы не поверите, но совсем недавних нападениях на синагоги и православные церкви в Дагестане тоже оперативно нашли украинский след. Правда, соответствующая папочка, видимо, еще не дошла до Путина, поэтому он лично пока еще не выступил с этой версией. Да вообще ни с какой версии не выступил, отправив отдуваться перед публикой пресс-секретаря Пескова. Украинский след удивительным образом находится в самых разных трагических событиях, произошедших в России. Вот убийство Бориса Немцова в двух шагах от Кремля. Тут украинский след. Вот массовое убийство в Керченском колледже в 2018 году. И тут украинский след. Вот пожар в зимней вишне Кемерово в том же году. Да-да, вы уже догадались. Украинский след. Вообще, украинцы с точки зрения российских властей виноваты не только в терактах, но и в событиях, так сказать, всемирно-исторического масштаба. Например, Следственный комитет в свое время обвинил действующего премьер-министра Украины Яценюка в том, что тот воевал на стороне чеченских сепаратистов в середине 90-х. За этим последовала череда уголовных дел против граждан Украины по аналогичным обвинениям. А самого Яценюка за якобы совершенные ему убийства российских военнослужащих даже заочно арестовали. Поискать тех, кто убивал, на самом деле убивал российских солдат, например, в руководстве Чечни, главе СКР Александру Бастрыкину в голову не пришло. Ясно же дело, что виноваты пандеровцы и укронанцисты. Или вот еще одна любимая тема Путина. Распад СССР, величайшая геополитическая катастрофа, повлекшая полное изменение глобального мироустройства. А что больше всего беспокоит Путина в связи с обсуждением этого вопроса? А то, что Украина якобы утащила с собой при распаде разнообразные подарки от России. Получила подарок от России с барского плеча и утащила с собой. В текущей развязанной войне против Украины Путин винит ясное дело в США и Запад. Но вместе с тем и украинское руководство. Украинские власти изначально стали строить свою государственность на отрицании всего, что нас объединяет. Стремились исковеркать сознание, историческую память миллионов людей, целых поколений, живущих на Украине. Неудивительно, что украинское общество столкнулось с ростом крайнего национализма, который быстро приобрел форму агрессивной русофобии и неонацизма. О чем нам это говорит? О том, что, как в известной притче, российские власти предпочитают искать не там, где потеряли, а под фонарем. И задают этот тренд с самого верха от Путина, обвиняя в любой серьезной неудаче или трагедии украинские спецслужбы и их кураторов на Западе. И вот весь рецепт реагирования на кризис. Ясное дело, что решить таким образом проблемы нельзя. Зато очень удобно гнуть свою идеологическую линию и вообще поддерживать картину мира, где путинская Россия идет от победы к победе, и только Украина ставит ей палки в колеса. Счастливо вам! Если вы слышите от любого российского чиновника вплоть до Путина про украинский след, знайте, он сел в лужу и хочет сбежать от ответственности.